здравствуйте кто любит бисер как я подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых работ показываю фунтика и буду уносить а то он слишком большой занимает много места но уже храпит тут посапывает конечно не спит так винтифонте я покажу как можно за один вечер сделать вот такой комплект праздничный комплект фонте не двигайся я вам показывал как я разбирала посылку цвета вот такая ниточка 4 миллиметра 112 бусинок мне это очень понравилось потому что за такую же цену есть и 50 бусинок а тут 112 я не знаю сколько там написано 100 но на 12 бусинок у меня тут получается больше так что заходите на тот канал где я разбираю посылки там есть адрес и если вам нужно по выгодной цене потому что есть и дороже и по 50 бусинок а тут 112 можете зайти посмотреть из таких бусинок я сделала комплект на сережки на одну надо 22 сережки 40 бусинок на браслет 68 и на колье 192 бусинки всего 280 бусинок надо 4 миллиметра ну конечно я делала на себя может кому-то надо меньше бусинок я использовала магнитные застежки хочу рассказать про них магнитные застежки они очень тяжело открывается это хорошо но обязательно надо использовать колечки а иначе вы будете открывать за украшение и и через какое-то время ниточка вытянется и получится так как будто вы не стянули ниточку хотя сделали все правильно поэтому обязательно используйте колечки можно даже две пары использовать чтобы открывать застежку за колечки она такая плотная если нету колечек трудно открыть эту застежку и надо еще я использую колечки для магнитных застежек если вдруг бывает вот вот эта часть вываливается не всегда редко но бывает и тогда украшение полностью надо переделать если у вас есть съемное колечко вы все просто можете поменять застежку и вообще я стараюсь все застежки делать на колечках иногда по два колечка делаю чтобы можно было поменять замок а не переделать все украшение это я рассказываю про магнитные можно просто карабинчики и поставить и другие типы застежек я сделала сережку мы будем делать сейчас сережку вот что сережки что браслетик что ожерелье начинается в плетение одинаково одинаково начинается плетение неважно с чего вы начали работу разница только в длине сколько вам нужно сплести длину возьмите самую тонкую нитку самая тонкая самую тонкую если у вас есть самая тоненькая ниточка она лучше всего подойдет к этому плетению вот это украшение подойдет под любую одежду под любой цвет но если у вас нету прозрачных то можно конечно взять и цветные биконусы это биконусы можно любого цвета взять понадобится бисер номер десять я взяла серебро если у вас например биконусы не блестят и то серебро серебро с этим справиться серебряный бисер номер десять набираем 4 бусинки 4 бусинки теперь можно взять колечко взять колечко или карабинчик ну и или вот магнитик это все одинаково начинается я взяла вот швензу буду делать сережку не важно что вы делаете начало одинаковое и завязываем в узел несколько узелков делаем потом я эту ниточку обрежу но не и спрячу но не в начале в конце работы потому что я или клеем или лаком немножечко копаю а сейчас нужно чтобы все бусинки можно было бы пройти еще раз поэтому в самом начале я это не делаю я сделала вот такую четверочку и по направлению нитки берем иголку прохожу можно потом повесить но тогда надо помнить что здесь серебряные бисеринки не должно быть именно с одной стороны не должно быть бисеринки и потом колечко можно повесить прохожу через швензу через бусинку беру бисеринку серебряную прохожу через следующую бусинку бисеринка через бусинку следующую и через швензу вот там где швензу бусинки не должно быть она будет мешать и швензу будет криво вот и теперь нам нужно пройти противоположную сторону от швензы или магнитика или замочка вот в эту бисеринку просто проходим по кругу не пропустите ничего бусинка бисеринка бусинка и бисеринка вот я вышла ведущую бисеринку опять набираем 4 бусинки 4 тут 4 тут 4 и делаем круг через бисеринку подтягиваем и я для удобства разворачиваю ты развернула на правую сторону чтобы не идти удобно теперь прохожу через бусинку бисеринка бусинка бусинка бисеринка бусинка дошла до середины где с они соединяются и просто прохожу теперь надо выйти опять ведущую бисеринку вот в эту прохожу бусинка бисеринка бусинка бусинка у нас уже вот два таких квадратика красивых снова набираем 4 бусинки прохожу через бисеринку делаю круг получается что мы по два раза проходим по кругу поэтому плетение будет очень хорошо плотно держаться прохожу бусинку бисеринка бисеринка бусинка одной бисеринке бисеринка бусинка и прохожу через бисеринку соединяющую вот она соединяющая прохожу и теперь надо выйти в ведущую бисеринку вот в эту бисеринку надо выйти можно сделать для сережек 3 квадратика можно сделать 10 сколько хотите столько и делайте снова набираю 4 бусинки на браслет также плетем меряем по руке сколько нужно и на жерелье также меряем вот точно так же делаем только делаем по длиньше и разворачиваю прохожу через бусинку и продолжаю добавлять бисеринки сейчас эту плету покажу как я заканчиваю я сделала пятый квадратик вот ниточка мне выходит я иду в центральной ведущей бисеринки бусинка бисеринка бусинка бисеринка вот я вышла теперь беру три бисеринки три штучки и где прохожу через бисеринку заканчиваю сережку и прохожу по кругу чтобы спрятать ниточку смотрите вот здесь клея не должно быть чтобы они двигались но можно намазать клеем или лаком по кругу вот это я сейчас и сделаю что у вас есть тем и воспользуйтесь ниточка приклеится к ниточке и все будет держаться хорошо но если хотите можно сделать узелки для лаком смазала ниточку и пойду по кругу не восьмеркой а именно по кругу чтоб сережка у нас двигалась на конце можно сделать несколько узелков через бусинку бисеринку такое украшение даже под свадебное платье можно одеть легко плетется но очень красиво смотрится видите я иду когда намазала только по кругу тогда я не испорчу чтобы у меня все двигалась и было бы красиво и обрезаю ниточку теперь можно здесь также самое макнуть немножко лака и обрезать сережка у нас готова вот такая сережка можно длинчик короче сделать вот такая сережка красивая получилась вот у меня пара чтобы удобнее вдеть нитку в иголку я тоже пользуюсь лаком не клеем клей дольше сохнет поэтому прозрачный лаком делаю вот так плоско и ниточка плоская становится и одеваю в иголку начало как сережки браслет все одинаковая делаем столько сколько нужно и покажу как закрывать вот у меня браслет меряем по руке сколько нужно плетем и потом закрываем закрываем сейчас покажу как это сделать берем две бусинки застежку любую он две бусинки застежка и снова две бусинки не застежка на колечке и делаем круг делаем круг разворачиваю чтобы мне удобнее было и теперь добавляем бисеринки кроме того места где застежка тут не надо проходим бусинку берем бисеринку и сразу проходим через застежку проходим через бусинку и берем бисеринку здесь получается всего две бисеринки проходим бусинку и бисеринку и пройдемся еще раз по кругу чтобы это все укрепить бусинка бисеринка бусинка бусинка бисеринка бусинка бисеринка по кругу и идем на второй квадратик вот у нас все тут закрепилось так как как я вот сейчас проходила то не будет западать застежка во внутрь и не будет западать теперь идем восьмеркой через второй квадратик проходим ниточку спрятать можно пройти в третий квадратик и намажем клеем главное центральную вот эту не пропустите бисеринку соединяющую а иначе будет квадратики в разные стороны смотреть вот так потянула а теперь можно намазать лаком и ниточка у меня приклеится к ниточке внутри бусинки и вот новогодний комплект я сделала себе у меня будет готов конечно еще на подарки сделаю легко плетется вот эти биконус у меня шестой размер можно бисера сделать если нету биконусов шестерка четыре миллиметра как шестерка можно восьмерку сделать можно два миллиметра взять биконусы просто будет более такое потоньше узенькое будет но тоже я делаю и это красиво смотрится все обрезаем браслетик мы готов браслет вот такой комплект за один вечер можно сделать сережечки такой ненавязчивый но красивый если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии до свидания празднования путанина а вот в